Жители этого района недолго радовались отсутствию зловонного запаха и мусора под ногами. Свалка разрастается снова. Избавиться от вредных привычек сложно, это знают все. У жителей этого района вредная привычка необычная. Они мусорят там, где живут. Еще осенью прошлого года здесь была вынезена огромная свалка мусора. Но жители этого района, опять же по привычке, скидывают отходы именно сюда. Алена Буянкина одна из тех, кому не все равно, что происходит рядом с ее домом. Уже не в первый раз она бьет тревогу и призывает соседей следить за чистотой этого района. Пока что все попытки достучаться до тех, кто здесь мусорит, тщетны. По этой дорожке Алена каждый день провожает детей в школу. Естественно, что грязь и мусор – попутчики неприятные. Здесь было вообще невозможно пройти, я об этом уже говорила. Здесь была узкая тропинка, по которой идешь гуськом за друг другом, не дай бог шаг вправо, тут все было в грязи. А так сейчас убрали, конечно, идти лучше. Оно, грязь подсохла, нету вот этой каши месива, грязь подсохла, там, в принципе, идти нормально, пройти можно. Но проблема в том, чтобы до лета не накидали мусор, потому что летом его накидают, печки не будут топиться, и будет все опять то же самое. Вернемся к тому же, с чего начали. Темно, да, никто не видит, ни пойман, ни вор, как говорится. Они прошли, кинули и пошли себе по своим делам. Ужасно, здесь было вообще вот отсюда, хоть отгребли, а было вообще отсюда. Мы здесь недавно живем, первый раз, когда пошли дом смотреть, вообще вот отсюда было. А потом отгребли, а сейчас вот, ну, зимой вот вроде сугробы, а сейчас кошмар. Ну, наверное, вот лежащие дома. Опять то же самое, да, как говорится? Да, да. Как думаете, какую проблему эту нужно решить вообще? Штраф давать, штраф давать, потому что пройти невозможно. Дать штраф каждому, кто оставляет здесь следы своего присутствия, практически невозможно, ведь за руку их не поймать. Выход только один, считает Алена, установить мусорный контейнер. Но и здесь могут возникнуть проблемы. Нормальный человек, воспитанный, он себе поставит контейнер. Остальные люди, которые вот это сейчас делают, они этого делать не будут. Поэтому также эта помойка будет здесь. В скором времени в администрации Ленинска-Кузнецкого будет рассмотрен вопрос об установке в этом месте большого мусорного контейнера и технической возможности смонтировать здесь освещение.